Бокер Тов, доброе утро! Начинаем наш пятый урок понедельной главиторы Мишпатим. Сегодня разберем заповедь о человеке, в дом которого проник преступник. Ночью человеку пробрался вор, и он может убить, и не будет вины на убившим. Но написано в Торе, что если это было, получается, днем, сияло солнце, он убил, то есть вина на убившим. Это надо понимать так. Человек видит, что ночью к нему пробирается вор, и он не знает его намерения. Украдет он, или он готов убивать. В общем, ситуация непростая. И равенскактивировался на памяти, говорит, что лучше убить самому. Так Торму-то говорит, надо убить самому. Лучше, чем убьют тебя, и не будет на убившем вины, вот так Тора говорит. Но, допустим, другая ситуация днем. Днем человек видит, что человек делает. Если вор, допустим, схватил курицу и убегает, а человек до гонку бросил вилы и убил, то он будет виноват. Потому что жизнь за животное не берется, или за курицу. И эту западь мудрецы понимают, что имеется в виду не только день и ночь, а любая ситуация. Если человек видит, что ему жизнью угрожает опасность, и он принимает такие действия, и увидит, что опасности для жизни нет, а только будет порча имущества или что. И разбирается суд, конечно. Если вор схватил курицу, это одно. Естественно, что он может днем схватить и ребенка, или что угодно. И это всем уже другое дело, как он будет себя защищать. Все на рассмотрение суда. Потом в заповеди у нас есть чужое поле. Человек не усилился своим скотом, пошел его скот на чужое поле и попортил урожай. И написано суду, принять решение, что он должен своим лучшим полем платить. Выбирается лучшее его поле и отдается тому человеку. Или урожай этого поля. Это решает суд, как поступает в данном случае. Допустим, другая заповедь еще есть у нас. Человек хотел сжечь колючки. Но случилось. Не уследил он за этим, ветер поднялся, огонь перешел на чужое поле и зарел урожай у соседа. И человек должен возместить ущерб своим лучшим полем. Это решает суд. По всем случаям, Тора не говорит соседям между собой разбираться. Есть судьи, есть бейдин, куда обращаются люди. И судьи решают, что, сколько, кому и как. Так, в случае, когда дело касается имущества, достаточно трех судей, называется бейдин. Если касается жизни человека, то тогда это называется уже сангедрин. Это уже не три судьи, а двадцать три судьи. И так дальше. Есть высший суд, который называется Большой сангедрин. Там 71 человек. На сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. Сейчас мы читаем молитвы за поднятие души. За поднятие души Яков бен Нахума, моего папы, моего дяди Владимира бен Григорий, Левый бен Шмуэль, Хаямалка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Анна бот Ривка, Полина перва бот Соня Сура, Женя бот Ида, Моши бен Рая, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мира, Моисей бен Ева, Ирина бот Войра, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берл, Евгений бот Ида. За хороший шедух Арон Ария бен Двойра и Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...